ты знаешь вот я допустим ездил в монастырь да там еще монахи стоят просто вот даже сравнить почему я я же не дурачок я смотрю допустим на этих всех вот которые отошли от церкви да и смотрю на этих духовников которые остались ну к примерке говорю там на урале там отец сергий да вот там куда я езжу там а потом в абхазии старец спустился сейчас начал службу я сравниваю этих людей я вижу что эти люди гораздо духовне раз в десять понимаешь и соответственно кому за кем я пойду дай они говорят что надо стоять надо стоять и они также у них сердце болит очень серьезно то что происходит они так и говорят да это страшная вещь происходит там но люди этого не понимать я почему говорю что те которые соглашаются ты заметил что патриарх кирилл сейчас делает вот там одна видел комментарии у тебя написал начала мне соборами там вот ты знаешь я бы и просто по евангелию сказал ответьте мне тогда на такой простой вопрос на простейший вопрос если вы такие умные соборы там тыкаете да потому что мне честно сказать уже это одолел очень серьезно этот момент вот эти значит все соборами друг друга тыкают собор такой-то вот это решил собор такой-то это решил тогда давайте ответим на такой простой вопрос а чё больше постановление апостола или собор вот ответь мне на такой вопрос апостол непререкаемый вообще говорит после второго третьего обличения отвергайся такого ну а тут уже возвели в ранг такого святейшего что ему можно и сто раз сказать да получается и и а он понимаешь да да дело даже не в этом что ему там сказать или не казать если он нарушает уже даже апостольские постановления ты слышал что он сейчас даже сказал патриарх кирилл вот когда встреча там была и пари католиками он как-то дал понять что это типа вот эти вот нас держат вот эти рамки но я верю что дух святой нас всех объединить чувствуешь чему конец о чем я тебе вот мы с тобой говорили какой дух святой объединил понимаешь вот о чем мы с тобой говорили как все произойдет очень страшно что он сам-то соборы не признает этот патриарх он их не признает вообще он их нарушает он все собой он понимаешь он основную массу соборов он их все нарушил мало того и я их вы даже от просто отсеку эти соборы они для него не авторитет да он даже апостольские правила отсек он их даже отвергать о чем еще разговаривать и понимаешь когда я прихожу в храм и когда его начинает там поминать у меня сердце кровью обливается но с другой стороны понимаешь вот есть такие знания которые мы сейчас еще не имею права не говорить я вот одной сестре ска я вот и понимаешь что вот это все это богу храм не нужен вообще не нужен вот этот земной храм это даже вот мы с тобой помнишь ему мы просто ее не продолжили потому что ее и нельзя продолжать они еще маленькие дети они этого не поймут а тема такая что господь когда иван креститель говорит о иван богослов он говорит а вот иерусалим я видел на иерусалим а храма там нету а храма там я не видел понимаешь то есть когда совершится вот это вот полнота совершенная то есть смотри когда у иудеев был храм они прошли свой путь вот это созревание закон храм и пришел господь он собрал урожай он их просто раз и мгновенно взрастил как бы взрослыми сделал и собрал и то же самое сейчас происходит вот на нашему ну не на уровне язычников где-то водитель этот закон храм понимаешь да то сейчас то же самое произойдет сейчас придет опять вот кто придет до пастырь и опять все это отвергнет потому что это все где-то водитель почему-то написано что и он говорит когда я увидел вот эту вот небесный иерусалим а там оказывается живые камни живые стены живые основания это все люди понимаешь но сейчас этого люди не могут понять и они этого пока не поймут если сейчас начнешь об этом говорить нас вообще включат черный список и скажут вы такую ересь несете хотя это откровение понимаешь говорит но хотел знаешь одна мне там пишет она говорит расскажите мне хоть это водитель не понимать мне у меня на канале люди такие которые в принципе подкованные лапки нам они понимают вот это то что храм он в сердцах господь ищет поклоняющийся духе истине сам господь сказал а вот знаешь самое интересное я вот и хотел этой которая мне собора начала тыкать задать такой вопрос если они такие умные да вот они самое интересное они не понимают того что мыслят они очень узко вот как их научили мыслить они так и мыслят веками вот этого знаешь рабство вот это игра и ты знаешь вопрос такой задать вот о чем мы с тобой говорили а ведь господь то отменил немощное священство земной вот ответьте мне тогда на вопрос он он сказал принял чин по чину мельхиседека и это все ветхое а почему же тогда сейчас то же самое куда не надо на нас с тобой ссылаться потому что мы с тобой разъяснили это все а вы нам расскажите почему как вы это видите и они не ответят на этот вопрос конечно потому что в стенах храма и священников всего православия находится потому что язычники вошли в стадию директор водителя да а я спрашиваю 1 я вернутируйте все еще зовешь идите в храм и идите в храм я на самом времена когда допустим или были времена когда порушили все храмы ты куда бы тогда звалку людей ну да вот она даже пишет что типа мусульман нас уже не было там буддизма не было но это вообще это вообще помыть смысл вообще какой вкладывали да раньше был другой мусульманство другое буддизм но все это это все просто видоизменялось все это был зороастризм было там еще что-то было еще глобальнее что ты понимаешь и так же она веками существовал это же как раз зороастризм как раз у них была вавилоне по моему позже уже был и подожди я не помню не помню вот самое интересное что и участок раз читал в родословную сима хама и афета и за счетом я увидел а там же четко прям прописаны религиозные течения когда господь там вайсот а асур там потом аксима да асур мы видим у исаи он четко дает понять что это будет религиозное течение какое-то очень серьезный ты понимаешь раньше имена давали это сейчас там назвали вася петь и там так знаешь там сказали там а раньше имена вот когда кто-то рождался я имею да вот в таких вот которые в летописи которые родословной жизнью вели вот все потомки да им имена какие давались они вот представляешь это какая мудрость божия что в их именах заложенные истории история и пророчество именно животным адам давал так пророческом духе и имена вот этим людям давались и такие эпические имена и а еще самое интересное там наш одна такая у тебя там проще стал написала вот вы ребята там до болтались ересь что адам короче он же на шестой день был створен если сейчас начать эту тему поднять посмотреть просто я не знаю почему многие ну понятно я не то что это а то сейчас там написано что кто на шестой день был створен человек уже как в полноте мужчина и женщина человек и женщина сотворил да мужчина и женщина это уже полнота человека была створена а вначале ты был человек мужчина только один вот если ты увидишь когда вот он все эти семь дней творения да вот шесть дней там седьмой покой при сотворении неба и земли в то время когда он сотворил человека адама еще и его не был когда не было еще ни кустарника не травы полевой на земле когда это было второй третий день представляешь в каком это он начинает повествование духовного сотворения духовного мира то есть адам был духовен то есть там до такой степени глобально то есть адам он уже был в духе божьем и он присутствовал он то есть там прям четко ведь он не просто не просто так там господь говорит что вот когда он сотворил первого человека адама вот эта земля и небо вот эти были сотворены и потом потом начинается повествование духовного сотворения рай то есть духов сердцевины всего то есть как бы он сначала все вроде рассказала потом год и рассказывает уже саму внутреннюю суть но это понимаешь я как понял это уже для тех которые потом это смогут увидеть то есть и получается что адам вот он был сотворен и был в духе божьем и после этого как только адам был сотворен начал сотворение растений животных я дам это видел наш смысл он должен был это видеть потому что он был должен был стать хозяином этого при сотворении неба земли в то время когда еще не было на земле не кустарник и ничего только пар поднимался то есть вот это жизненное тепло она она еще хотел вот этим жизнь духом божьим она вот это все думаю что там пар для орошения земли apart это была тепло вот этот но он был вся земля не была наполнена духом божьим вот этой теплоту и этот фаршал от этого всего жизненной теплотой понимаешь потому что там если четко увидишь вот это ты увидишь что господь это еще только замыслил он сказал что-то вот кустарника но его еще не было трава то есть это еще кто к в замысле это было а адам уже сотворил с этим был с этим замыслом вместе потому что он должен был видите посадку эту это все вот это он должен был в этом участвовать и она говорит вот вы ересь несете понимаешь вот то есть она даже не разобралась но с другой стороны знаешь вот эти темы честно сказать я не знаю их по сути вот такие темы очень серьезные и глубокие я думаю что может не знаем может быть их только среди таких близких на 2 ты видел царёва сейчас фильм опять села да ну она там этого и щербанюка пытается обличить что он не прав она снимала да да но ты знаешь вот я как бы в это встревать но я честно сказать я щербанинка послушал я честно тебе скажу это вообще духоносный это духоносный священник он не священник не священник у него слово живое может он где-то заблуждается мы все заблуждаемся апостола он сам помнишь апостола и мы тоже ошибаемся потому что как бы мы несовершенны мы несовершенны но в этом наш труд что мы пытаемся все это раздробить розетта мы искренне к этому подходим понимаешь вот почему некоторые год вот святой отец сказал да святые отцы некоторые вещи они вообще у них приходило кому что они оставляли за книгу иных они в сторону и убрали потому что они к общему мнению не пришли а она женщина какая-то взяла и вытащила это понимаешь начала вот эту сказки расскажу это даже не она мне красиво понудили вот там священник фильме мне кажется вот он и она приводит туртулиан там арген а а если да давай тогда дальше пойдем а когда пришел палама он перевернул с ног на голову все христианство и он и он как бы дал такие понимания которые просто вот эти оригена и и они погасли рядом они просто погасли он взял и он разделил он дал четкое понимание что философии и богословие это разные вещи оригин и туртулиан больше философами были они были философы и богословы когда пришел паламу он сказал что есть богословие и она четко это богословие философии это разные вещи и он дал новое направление церкви христианской такое богоносное дал цель направлении просто что-то там монахи даже некоторые не понимали почему они этого паламу всегда он же пришел он он и католиков обличил он он четко все разделил вот эти вот все понятия по полочкам разложил просто смысл в том что каждому времени свой плод вот есть толкование там такого такого там лопухин там я бы слушай ну как он мог толковать апокалипсис если еще время его не пришло вот к нам час время приблизился апокалипсис нам и открывается наш вот этим последним ты вот эти потому что мы в них живем сейчас понимаешь но я тебе скажу она конечно ее понесло ты понимаешь я вот сейчас опять скажу против нее она взяла исаев и говорит оказывается дьявол уже был человеком у нее якобы исаи об этом говорит там он говорит что когда вы помнишь нам он помыслил в сердце своем человек который поколебал все народы и когда он помыслил в сердце своем что я поставлю престол свой там среди богов она даже не понимать что исаи говорил про антихриста человек это антихрист знаешь что самое интересное я раньше тоже думал что это про дьявола исаи говорит а сейчас я четко увидел знаешь что дьявол человеком никогда не был никогда не был человеком ему ненавистен даже этот образ и ты понимаешь а исаи чет но я я понимаю а кто а кто утверждает что он был человек она уже в этом своем ролике его начинает говоришь ну я говорю там уже чушь папа пошла уже чушь конкретная такое заблуждение а самое интересное возьмем тогда вот эту как тебе сказать исаи говорит четко об антихристе тот который поколебает понимаешь все народы которые которые в сердце он скажет я богом себя взомнил скажет я престол свой поставлю среди богов это четко он говорит об антихристе он не о дьяволе говорит дьявол самое интересное значит самое интересное мы сестрой общались там с одной я и говорю вот смотри все не могут понять того что дьявол на протяжении всей истории скрывался он себя вот в чем его было лукавство почему мы открываем в начале книгу бытия там написано что змей был мудрее и хитрее всех зверей полевых зверей и полевых не дьявол звезда змей это о чем говорит это говорит что сам господь показывает что дьявол он в этом спрятался он просто взял и поразил вот этот он змей кто был образ мудрости да и он залез в это как бы вот в него духовство по им он лукава так как будто его никто не увидит понимаешь вот ну понимаешь хочу говорю он скрытно и смотри что самое интересное и когда господь проклял змея он этим проклятием связал дьявола со змеем на уровне змеевого царства и этот змей в этой сделал роз в этого дракона перерастал это как бы показывает что до какой степени это лукавая мудрость она тут на земле в дракона превратилась то есть ты понимаешь что до христа он даже среди сынов божьих приходил к престолу приходил это о чем говорит что он все время такой правильный приходил такой знаешь там видел вот там ты любишь этого человека вот я по его говорю да вот мы так своим языком приходил такой знаешь а господь ты его видел он говорит что тебя это волнует так он говорит да вот где ты там человек там ты его типа любишь а он же пока я поганец он будет ну иди испытата его то есть ты понимаешь все как происходит господь и господь то видел сердце его а он его никогда он его понимаешь он его обличил кем человеком христос пришел как человек прожил вот эту жизнь свою он прожил жизнь простого человечка такого плотника смиренного без чудес без знамений он просто прожил простую жизнь 30 лет он жил как человек простой и господь просто вот за эту чистоту до помощь как написано него дух святой сошел для чего бог это сделал он для того чтобы нам показать чтобы как мы должны исправить вот это вот сокрушить дьявола понимаешь пройдя вот в этом мире без беспощадным простым чистым добрым человеком без всяких вот этих вон чем будет рот лука вы ищет знамение чудеса там всякие а твои чудеса это твоя жизнь ты живешь ты трудишься как будет и у тебя должен мир везде вокруг тебя мир должен быть и и вот на этом бог показал на это и сошел дух святой это как награда вот это было освобождение и в этом он освободил все человечество вот этой не вот это все понимаешь вот почему-то вот этот вот простой путь вот этот подвиг они его не увидели вообще а все увидели о явился сам господь явился чудеса творил три года а 30 лет что он жил простым человеком допустим табуретки колотил стал и там пилил налоги платил там издевались там да там также все эти а он все это в мире принимал он не осуждал никого этого никто не увидел вот я прочую продал он из того начали говорить я к чему это сказал и ты понимаешь дьявол помню когда вот началась вот эта проповедь когда дух святой злился он ведь не выдержал его поганая сущность она не выдержала этого он просто в такую ярость пришел что он его просто начал уже лечевать мечевать да и он надеялся до последнего что она злобится начнет понимаешь помнишь он же у него был вот эта человеческая как бы природа она поколебалась он говорит господи да минует меня чаш сия он ужаснулся увидел вот это вот понимаешь вот это вот а потом раз и показал вот этот вот подвиг в смирении понимаешь человеческого вот это вот помнишь прочете говорил да что даже из не сможешь от крест нести даже если ты упадешь но если ты духом муж богу принадлежать бог тебя пронесет когда помнишь он на кресте лет очень почему ты покинул меня ты понимаешь что у него было такое состояние а вот знаешь какое состояние вот это состояние я просто почувствовал знаешь как почувствовал почему христос на кресте перестал чувствовать отца а потому что он с отцом так слился самом отец висел на кресте и поэтому сын хри понимаешь хочу говорить он начал почему-то меня оставил а сам бог висел на кресте как человек и он и он поэтому понимаешь вот этот когда господь нашим начал вот эту он ведь почему ты меня оставил а господь висел на кресте и вот он вместе с ним в этой И боли во всем. Он все говорит, да где там этот болт? Да, прислал там. А он висел на кресте в этот момент. Дьявол до последнего что хотел сделать? Он хотел, чтобы он озлобился на людей. Он до такой степени их наполнил вот этой всей мерзостью, вот этих всех своих священников, фарисеев, судукеев, что они в ярости скакали там, да? Глумились. Они даже когда Христа распинали, они в этот момент сидели и кушали Пасху. Знаешь, какие богобоязненные все. Распинали праведника святого и в этот момент Пасху кушали. Вот у тебя там есть проповедь иудея. Эх, она мне понравилась. Знаешь, когда он говорит там вот эти вот моменты он мне просто приоткрыл, очень интересно. Я понимаю, что они его язычникам предали, как бы, да? Это вообще считается верх предательства. Дьявол-то до последнего. Почему он пошел на беспредел? Он же не такой дурак. Он до последнего верил верил в то, что сейчас Христос, ну сейчас он скажет, да будьте вы прокляты, как хулаком даст из землетрясения там ад развязаницы, понимаешь? Он, даже апостол говорит, он, говорит, не угрожал, когда его над ним истязали, он ни разу, ни одной угрозы там, что, ах ты, я тебе, вот тебя я запомнил. Я тебе, как у нас некоторые, все, ты до седьмого колена будешь проклятый. У нас же есть такие веры. Ну да. Ты уже до седьмого колена, проклят, все, за тебя меня Господь накажет. У нас такие есть, кстати. У них суд, у них прямо впереди них идет. Мне недавно, только в прошлом году один так угрожал. Ну да. И ты знаешь, я вот этот последний ролик Царевы посмотрел, опять она все так, знаешь, напудрила, все так красиво, опять она, что якобы апостолу на эту книгу Йенха ссылается. С чего ты решил, что они на эту книгу ссылаются? Я сейчас напишу какую-нибудь книгу там спецам, воры в законе, вон они иконы делают, у них спецы сидят, которые стареют иконы так, что они там, им по 500 лет, а ее сделали вчера, они там спецы сидят и продают их там по 20 тысяч долларов, по 30 тысяч долларов, эти иконы. И книжки так же они делают. Сейчас напишем какую-нибудь книгу там апостола Петра. Они ее застарят. Я скажу, а вот, вы слышали, это Петр написал. Зачем вообще за это браться? У нас, ну что, у нас мало что ли ситуаций таких чрезвычайных, да что народ Бога не знает, вот ты вообще о чем ты говоришь, ты о Христе рассказывай людям. Зачем ты вообще эти темы поднимаешь? Да мало того, мало того, еще и бредятину эту, все в кучу, знаешь, в кашу. Я Щербунька послушал, Щербунька послушал. Он человек-то такой, как тебе сказать, у него есть очень такие проповеди сильные, такие хорошие проповеди. Но в них дух чувствуется. Понимаешь, у этого человека можно начать научиться. Когда Европа рассказывает о хорошей жизни, это очень красиво выглядит со стороны. Я согласен, но когда мы к ней начинаем приближаться, то Европа предлагает не повышение зарплаты, ремонт дорог, она предлагает равные права гомосексуалистам, она предлагает ювенальную юстицию, отобрание детей, она предлагает все методы контроля и управления человеком, и она предлагает, предлагает, когда смотришь на все, подождите, так хорошо же это такое. А где сгущенка? Да, а где же сгущенка? А где же сгущенка? Абсолютно верно. А сгущенки-то и нету. А у нее я пока ничему еще не научился. Ну, рассказала она там про старца, про какого-то, да? Я просто к чему говорю, не то, что в осуждении там лет как, а не как они там говорят, вот вы там осуждаете, там это. Да не осуждаем. В самой Евангелии они сами себя осуждают, поедя против. Когда, если они говорят то, что даже по духовному смыслу не соответствуют в Писании. Это как Господь говорит, слово мое будет их судить. Вот оно и судит их. Оно открывается и показывает, что они лгут. Иоанн сказал, что они, говорит, антихристы из нашей среды все. Они в церкви. Они от нас, говорит, но они не наши. Они не откуда там из мусульманства придут или там с буддизма. Они очень ушлые. А ты смотри, чем больше мы деграбируем, тем больше он проявляется. Если вот еще 200 лет назад он, дьявол, жил в паснях каких-то в болотах в виде русалок там, каких-то леших, да? Потом он стал в виде там НЛО, а сегодня вообще о нем открыт. Он, Чубайс, вообще, говорит, надо сократить население, там, оставить долотой миллиард. Он на каком-то там симпозиуме уже открыт, а говорят об этом. А скоро сам антихрист вообще по телевизору будет выступать, ты понимаешь? Все с чем связано? С нашей деградацией. О том, что отупели, все, конец уже. Ну да. Если уже в этом, вон сидит представитель по внеземным цивилизациям и говорит, якобы мы уже с тремя имеем контакты. Уже должность, представляешь? Это уже о многом говорит. Вот это вот даже и политики не знают, что сейчас происходит-то. Про патриарха, там это. Ты им сейчас скажи, а не скажешь, да ладно? А что, правда, что ли? Хотя, конечно, есть такие спецагенты с газетами, ездят. Они везде, но и такие есть. Это мне один раз тоже говорит. Он говорит, ну вот ты ходишь, там это, ну а я прихожу, у нас, говорит, там уже католичный священник. Я говорю, ну туда уже не иди, а ну вот если ты видишь это, значит туда уже не иди, все. Зачем тебе туда идти? Неужели ты этого не понимаешь, да? Ищи, как бы, у меня вот, допустим, да, можно, я в 400 километров еду, но я знаю, что они стоят пока, они здраво понимают, что происходит. Они так и говорят, что да, там и коммунизм там сверху давит конкретно на нас. И они уже, как бы, знаешь, чемоданов. Но я вот все время думаю, а чего они ждут? Ну не понимаю этого. Может, что-то я не знаю. Может, они не говорят, понимаешь? Может, чего-то ожидает. Может, Господь что-то им дал, да, вот какое-то понимание, что что-то... Может, с людьми должно что-то произойти? Потому что... Да, да, вот скорее всего, что-то должно с людьми произойти. Потому что, видишь, все осуждают там, все там говорят, это, это, это. А у нас, по сути-то, вот сейчас те, кто мечется, там половина... У них такие рюкзаки. Они, по сути, не меньше грехов, чем патриарх имеют. Но зато бегают больше всех, кричат там. Бей жидок, спасай Россию, патриарха на кол. У них это прям, это больная тема. Вместо того, чтобы оттягивать чемоданы с себя скидывают там с камнями. Они особо остро обострились вот этими моментами. Расковыми, елесями. Господь, видимо, вот на этой почве как раз и разделяет. Как понимать? Вот они говорят, люди буквально понимают, что должен прийти... Вот два пророка, да, и они буквально понимают, что должен прийти Илья и Енов. А они не понимают, что, когда говорится, вот как вот Даниил говорил, восстанет великий князь Михаил. Все. Все начинают сразу там искать исторически. А вот был Михаил, там, брат царя Николая. Он должен восстать. Ну, дурдом. А не понимая того, что, когда пророк говорил, он имел в виду духовный образ. Ну, конечно, в духе. В духе Ильи. В духе Ильи, да. Как военачальник воинства. Он восстанет. Он и должен восстать, как военачальник воинства. Саваофа. На земле. А когда говорит Илья, это о чем говорит? Вот, надо посмотреть. Понимаешь, когда он пришел? Он пришел, когда власть отверглась Бога. Церковь отверглась Богу. Все отверглись Бога. Он пришел, он всех обличил. И то же самое сейчас происходит. Все отверглись Бога. Понимаешь, один уже пророкий. И вот этот Ильи и приходит. Сначала Илья он вызывает к тем, кто еще услышит, как бы, да? Потому что все равно, как бы, есть урожай. Он должен его поправить перед пришествием. Почему он? Помнишь, он приходит Илья и крестит? И говорит, приготовьте путь Господу. Так же и тут, понимаешь, повторяется опять все. Да. Приходит Илья и говорит, приготовьте путь Господу. И когда Господь наш говорит, Он же не говорит, что вот придет, а Он говорит, придет Сын Человеческий. Сын Человеческий. Он эту стадию уже прошел. Там вот крови, берешь и смотришь, там подобные Сыну Человеческий. Он не говорит, что Христос, понимаешь, или Господь наш. А это Господь Иоанну говорит, что я увидел, говорит, Иоанн говорит, помнишь, он говорит, я увидел подобные Сыну Человеческому, он говорит, и ему, говорит, возьми, говорит, серп свой пусти, пожни то есть понимаешь он увидел того чья жатва чья жатва тот который должен прийти чтобы эту жатву снять опять сын человеческий опять человечество рождает вот это вот духовное человечество вот наши таки в которые языки вот эти вот народы все почему и пастырь народов потому что помнишь когда женщина родила этого младенца которому ближе спасти народы дьявол пришел в ярость он пришел в ярость и кинулся чтобы ее погубить подожди здесь интересно а и как он ее определить интересно что она вот именно родила такого младенца как он знает а ты знаешь это я думаю как тебе сказать до родился моисей фараон побил 2000 младенцев и ты понимаешь я просто такую интересную взаимосвязь увидел а ведь на духовном уровне вот он не знает кто где-то он они ищут понимаешь они делаем рождается они смотрят ищут ищут они 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 вот они контролируют все смотрят понимаешь вот этой тема и они начинают уничтожать всякого кто пытается вот они видят а вот это начинает здравомыслящий какой-то появляется они его раз уничтожают сразу этот раз уничтожает уничтожает и они этих младенцев убивать на духовном уровне они убивают убивают убивает они просто всех подряд убивают а у нас понимают вот пришли детей всех вырезали по плоти понимаешь у нас духовного не понимает этих вещей и также когда христос родился и раз это почему о нем сказано четверо властник это мир который принадлежит дьяволу он начал сразу уничтожать он начал связывать всех их мир вот этот понимаешь он их начну начал резать как вот и причем на возвышенности кто находится почему вот это слышен плач в раме это не просто так сказано это как раз место такое духовно возвышенное это непосредственно тех которые выше всех находится духовно начинает их уничтожать вырезать этих младенцев он их потому что он боится он не понимает а что происходит что делает господь отец он прячет своего младенца в египте он делает его как бы рабом среди всего этого этот его не видит он начинает этих младенцев бить а не видит что а тот среди рабов как раб духовный почему и данил говорит он вас станет то есть говоря о том что он в рабстве он себя вот эти окова сорвет какой-то момент дух божий в нем который он их просто так вот скинет и это будет нашу как салют в ночном небе так взорвется что они просто так вот закроются глазами ну как все скажу ножа ничего не они ничего не смогут сделать они бы они пускай хоть три тысячи хоть десять тысяч младенцев убьют над этим над тем сам господь